Доброе утро! Смотрите, 17 медалей привезли ялтинцы домой. Причем, что более 200 спортсменов принимали участие со всей республики. И сегодня мы пригласили в гости тренера этих ребят. У нас тренер Ялтинской спортивной школы Олимпийского резерва Юрий Романовский. В прямом эфире доброе утро! Доброе утро! Мы вас поздравляем с такой победой. Расскажите, как удалось показать такой результат? Спасибо большое. Мы, в принципе, привыкли к таким высоким результатам. Но всегда приятно подтверждать свой класс. Да, в этом году более 17 спортсменов мы вывезли на первенство Южного федерального округа, чемпионат Южного федерального округа, Волгоград. Девять из них отобрались в сборную команду Российской Федерации и будут теперь принимать участие в первенстве чемпионата России. Ну, как всегда, у нас есть лидер, абсолютно лидер команды, еще недавно пришедшим в легкую атлетику, уже показывают выдающиеся результаты, Ваня Ламека, тренера Пучкова Валерия Анатольевича, который еще летом стал чемпионом России на своей коронной дистанции 200 метров и подтвердил свой класс, привез две золотые награды на дистанции 60 метров и 200 метров. Две золотые награды принесла Виолетта Малышонок, наша спортсменка, тренера Юрия Абрамова, мастера спорта международного класса. Она выиграла 1500 метров, 3000 метров. Ну и по мужчинам мы также имеем золотую награду, Никита Захарченко, мастер спорта. Ну, с большим отрывом я оставил шанс на дистанции 200 метров. Я так понимаю, если вот такой результат, и блестящая правда, в Ялте есть условия, чтобы развиваться этому виду спорта. Вот что ждет ребят в дальнейшем? У нас созданы абсолютно все условия для этого. У нас специальная школа легкой атлетики Олимпийского резерва, она уже 15 лет является лучшей школой в республике Крым. И два года подряд мы являемся лучшей школой во всем южном федеральном округе. Это вот благодаря моему детскому тренеру, которая меня привела в легкую атлетику, Белухи Наталья Вячеславовна, которая сейчас является и директором этой школы, депутатом Ялтинско-городского совета. Это все создавалось с нуля 15-20 лет назад. И вот мы вышли на этот уровень. У нас отличное оборудование, у нас отличные условия для этого. Сейчас строится новый легкоатлетический стадион «Авангард», который будет принимать все международные соревнования, чемпионаты России. Время мы, конечно, испытываем какие-то трудности, но опять же, благодаря поддержке мы сейчас тренируемся на новом детском спортивном стадионе, на котором я вырос. И, конечно, это очень приятно. Знаете, несмотря на вообще международную такую не очень благоприятную обстановку в легкой атлетике, у нас сами знаете, какие проблемы. В Крыму легкая атлетика пользуется большой популярностью и большой поддержкой. Министерство спорта, министром спорта Ольги Александровне Тарубаровой. Расскажите, как сегодня в целом мотивировать детей, подростков? Ведь, согласитесь, есть соблазн отвлекаться на какие-то посторонние вещи. Как направлять в такое правильное русло и просто предоставлять возможность родителям, да и в целом всем нам гордиться собой? Это не нужно уметь, это просто нужно любить. Для меня легкая атлетика – это вся жизнь немного больше. Поэтому я своей, конечно, энергетикой, любовью к видам спорта, к своей работе заряжаю их. Конечно, проводим работу и самими детьми, проводим работу с родителями, постоянно возим на соревнования. Для них общение самое главное на соревнованиях. То есть родители постоянно в контакте, на связи, они принимают участие? Абсолютно. Это созданные группы и в чат-каналах, и постоянно на связи. То есть, конечно, мы пользуемся большой поддержкой. Относительно финансирования, как родители, так же принимают участие? Никогда. Никогда. Вообще, вы знаете, вот когда мы выезжаем за пределы Крыма и, конечно, общаемся со своими коллегами из Краснодара, из Волгограда, из других областей, конечно, они немножко дико на нас смотрят, для них дико представить, что ни копейки дети не тратят из своего кармана. Все финансируется либо Министерством спорта, государством, либо нашей школой. Мы полностью одеваем детей, полностью экипируем детей. Вот Наталья Славовна нам сделала большой подарок перед Новым годом. Это мы более 50 спортсменов детей. Мы одели на новейшие шиповки Nike. То есть мотивация есть, условия есть. Абсолютно. Спасибо вам огромное. Будем надеяться, что и в дальнейшем вам удастся показывать такой блестящий результат. Коллеги.